Во вступительном слове Дмитрий Абаренов заострил внимание на необходимости оперативного реагирования всех ответственных лиц по жалобам граждан на портале Добродел. Прошу связываться с заявителями, когда приходит жалоба, и отрабатывать совместно с ними, чтобы люди видели, что есть контакт с администрацией, и вопросы решаются совместно. Одной из главных тем по-прежнему остается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Дмитрий Абаренов поручил руководству ВРКБ разработать еще ряд мер, чтобы стимулировать жителей пройти вакцинацию. В последнее время участились жалобы жителей на неприятный запах. Многие связывают его с работой Москокса. Глава муниципалитета отметил важность экологического мониторинга воздуха и налаживания общественного контроля за работой коксогазового завода. Необходимо, я считаю, пригласить жителей на завод, чтобы они своими глазами увидели, что происходит, как происходит весь процесс, и понимали, откуда образуется запах. Что они, какой, важно, чтобы люди понимали, что запах запахом никакой угрозы для жизни и здоровья нет. Говоря о проблемах, с которыми обращаются в администрацию жители муниципалитета, Дмитрий Абаренов особо отметил ситуацию с отключением электричества в поселке Горки-Ленинский. Мы встретимся с министром энергетики и обсудим этот вопрос. Сейчас подготовить всю полную информацию по сетям. И я думаю, что в этом году необходимо решить эту проблему раз и навсегда. Поднимая вопросы ремонта и благоустройства, Дмитрий Абаренов особо подчеркнул необходимость быть на связи с местными жителями, выслушивать их мнение по всем вопросам. Я прошу быть всех, кто выиграл конкурсные процедуры подрядчиков, максимально на связи с жителями. Вплоть до того, что пусть вывешивают телефоны прорабов или наши телефоны на подъездах, на всех, чтобы житель мог связаться. Также в ходе совещания глава муниципалитета заслушал отчет руководителей служб и подразделений округа о проделанной работе. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.